Здравствуйте! Меня зовут Евгения Августина. Вы смотрите программу «Разберемся». Это совместный проект общественной палаты Одинцовского района и ОТВ. Я думаю, что многие родители хотят, чтобы их дети занимались спортом. Правда, лишь часть этих родителей видят в будущем своего ребенка олимпийским чемпионом. А вот есть ли в Одинцовском районе любительский спорт? Об этом мы сегодня и поговорим. У нас в гостях Лариса Владиславовна Деревянко и Виктор Егорович Погиблов, представители общественной палаты Одинцовского района. Первый вопрос такой, наверное, философский. Так есть ли любительский спорт в нашем районе? Ну, любительский спорт, да. Вы сейчас, Евгения, сказали, что спорт – мастера, олимпийские чемпионы. Наше понимание для детей – это не спорт, это физкультура, занятость детей – это прежде всего приоритет. Вот. Задача наша не спорт высоких достижений, а прежде всего здоровье. Здоровье детей, в том числе взрослых, и детей с ограниченными физическими возможностями, это в обязательном порядке, пенсионеров. Вот этим мы и занимаемся. Вот. Насколько все это мы охватываем, это вот судить вам можем, можем рассказать. Ну, спорт, безусловно, важен для всех, но мне кажется, для деток с особенностями здоровья он еще важнее. Конечно. Я очень могу сказать, что наши дети не особенные. Никакие они не особенные, они обыкновенные дети, такие же, как и все. Мне кажется, для каждой мамы ее ребенок особенный. Только они ходят не так, потому что и разговаривают, потому что у каждого может так случиться, ведь у нас сейчас всякое может случиться в жизни, поэтому мы от этого все не застрахованы. А для них спорт, занятие спортом, во-первых, это эмоции. Эмоционально они идут лучше и в развитии, и в лечении. Во-вторых, у них и спастика убирается, потому что спастика – это всегда присутствие тут ЦПшек, да и у нас и с психоневрологией бывают такие дети, потому что каждое заболевание, оно разнообразное. Вот, и дети у нас заниматься, заниматься очень любят, но спорт у нас вот в этом году только мы начали заниматься спортом. Это у нас появился бассейн с 1 октября. Нам дали от администрации, очень много нам помогают. Детам нравится. Очень нравится. Нам дали ставочку бассейн, полставочки, и полставочки разделили на лыжи. Вот, и в бассейне дети, ну, очень им нравится, потому что бассейн отличный, с хорошей доступной средой. Мы его долго искали. Вот, очень хороший тренер, она детей очень понимает. Дети идут с удовольствием. На лыжи тоже очень хорошо им нравится. А вот так что больше нравится, лыжи или бассейн? А у каждого ребенка по-разному. У нас, вот вы говорите про олимпийских чемпионов, всех прочих, у нас есть мальчик, который профессионально занимается спортом, водным спортом, он пловец у нас. Он вышел в юниоры России. Вот, и теперь он едет, он уже был у нас в прошлом году, в 17-м году, в апреле месяце, в Англии на соревнованиях, привез оттуда золотую и две серебряных медали. И есть на кого равняться в Духовском районе. Да, это у нас Леша Дегтярев, да. И остальным детям очень нравится заниматься. У каждого все по-своему. Кто-то любит воду, кто-то больше любит лыжи, воздух. Вот. И наши лыжи, они постепенно перейдут в ролики. Потому что, ну, одноразово использовать лыжи или бассейн, это ни о чем. Если уж заниматься спортом, то заниматься. Да, это ни о чем. Это просто потраченные деньги впустую. А когда вот так ребенок будет желательно два раза в неделю заниматься, это очень хорошо. Очень хорошо. И для эмоций, и для спастики, для всего хорошо. Виктор Егорович, ну, если так, вот подводить определенную статистику. Какие виды спорта у одинцовцев больше пользуются спросом? Чем интересуются? Что на первом месте? Наши одинцовцы универсальны. По всем видам спорта. Конечно, у нас вот сейчас зима – это лыжи. А спортивных залов все забиты, все фоки, нехватка фоков – это волейбол, баскетбол. И единоборство, конечно, единоборство. По мини-футболу у нас, к сожалению, совсем мало, где можно заниматься. А мини-футбол – это востребовано очень. Ну вот в Кубинке в начале января были соревнования по мини-футболу. Вам вас немного утешит. Да. Вот продолжить, если что говорил Лариса о бассейнах, да? Мы занимаемся тоже, стараемся устроить наших пенсионеров, инвалидов. Инвалидов вот небольшую группу пристроили в клуб «Одинец». У нас есть клуб «Одинец», вот они там занимаются. А пенсионеров, ветеранов – это сейчас вот ФОК, который расположен здесь рядом. Школа Олимпийского резерва. Начинаем там потихоньку тоже. Нам разрешают пенсионеры. Ну, это мало, это капли в море. Это вот для реабилитации, для любого человека, будь то взрослый, ребенок, инвалид, для всех вода – это прекрасно. Для реабилитации именно. А то, что по спорту, волейбол очень востребован. Вот сейчас в последнее время, начиная с прошлого года, это очень, если мы занимались там не так много, там две-три команды в социальном центре Гребневской церкви. Ну, там тоже переполнен зал, там занимаются и восьмая школа, и дети, прихожаны. Там очень много секций, то есть не хватает времени. И вот я говорю по волейболу, если летом, начиная с весны, на открытых площадках, тут еще можно. Летом проще, да. Летом у нас побольше площадок, да. Столько молодежи собиралось, да. Погода подвела со снегом, к сожалению. Да. Постепенно перешли вот на турниры. Сейчас нам разрешают в волейбольном центре. Мы проводили один большой турнир. Это по 12 команд, это где-то 100 спортсменов. Вот, представляете, за целый день провести. Пока к финалу подойдешь, там где-то... Ну, у нас, по-моему, ни один зал не пустует. Все заняты, все биткоины. У нас даже холы не пустуют. Вот недавно снимали, были соревнования по шахматам. Среди детей. Несколько сотен детей принимали в них участие. Вот по шахматам. По шахматам надо развивать шахматы. В прошлом году я проводил турнир в Георгиевском соборе. Турнир по шахматам. Это прекрасный такой праздник для них оказался. Шахматный турнир приезжали со всей Московской области. С Павлова посада, с Подольска, с Загорска. Сирьев-Посад, да, Сирьев-Посад. Достаточно далеко. Да, приезжали. И такой очень серьезный турнир. Там не только сам турнир, а вот то, что они побывали там, провели экскурсию. Там отец Александр, это прекрасный человек. Впечатлений много разных, и только спортивных. На самом деле спортивных площадок в Одинцово действительно много. Лариса Владиславовна, появляются и новые. Учитывают ли они интересы маломобильных граждан? Маломобильных жителей района? Вы знаете, я хочу сказать, что с детьми не все могут заниматься именно с ограниченными возможностями, как вы называете, но они не ограничены. Ограничивает нас государство. Потому что недостаточная доступная среда. Нет ограничений у нас. Он также ребенок, пусть плохо, но он заберется по лесенке. И с коляской. Приходим в волейбольный, не можем, нам помогут. Подымут. Поэтому вот появляется у нас, конечно, и достаточно, и вот ипотерапией мы занимаемся уже третий год. И хотелось бы побольше, потому что очень много хотят заниматься ипотерапией родителей, чтобы детей водить. Но, к сожалению, как-то, ну не все идут на это. Почему? Ну, все же у нас окупается сейчас. Когда берут, мы очень рады. Говорят, когда ребенок сидит на лошади без седла на попоне, он одновременно рисует и руками, и ногами картину. Вот такая у него идет мотивация всех мышц. То есть все, и кровяная система работает в это время, и ребенок работает в это время, у него эмоции появляются, и мышцы работают. Вот даже те дети-колясочники, которых садят на лошадь, он сам падает на спину лошади и сам подымается, что он не может сделать сам в коляске и на кровати. А на лошади он это сделает. Вот. Боря у меня на лошади начал сидеть, ну, пяти лет не было, нас спрашивали, сколько вам лет, я говорю, пять-пять-пять, потому что мы хотели заниматься. Вот. С пяти лет он у нас сидит на лошади. Я думаю, что это очень много дало, потому что раньше у нас не было ни лыж, ни воды не было. Теперь же у нас и вода, и лошади, и лыжи есть. Я хочу сказать, что я очень счастлива, как руководитель этой организации, что мне так помогают, и дали нам и бассейн, и с лыжами у нас так сложилось хорошо, спонсоры помогли закупить оборудование. Ну, это, конечно, очень хорошо. Когда перейдем на ролики, ну, просто я хочу сказать, грех не использовать наш парк Лазутиной. Там такая красота, я хочу сказать, когда у нас проходили фестивали, нам все завидуют. И опять следующий фестиваль хотят проводить у нас. И все говорят, что очень хорошо. Вот еще собак мне пообещали, не пообещали, а предложили собак. Но нужно помещение для собак, чтобы дети занимались собаками. Называется канистерапия. Есть ипотерапия, есть канистерапия. Вот. Поэтому хотелось бы, конечно, чтобы побольше детей приходили. Но так как на полставки это 12 часов в неделю, это очень мало. Но надеюсь, что мы с сентября будем еще больше детей принимать участие. И вот Виктор пообещал нам тоже трениров. У нас не хватает трениров. Нам надо трениров. Все дело, если мы говорим о доступности, все это можно организовать. Но в основном нужны люди. Тем более для таких детей тренера, которые любили бы это дело. С такими детьми надо работать. Да, да, да. Здоровые дети, они сами по себе, они как-то их только направляют, им подсказывают. А с этими надо трудиться и работать. Это очень сложно. Нужны обязательно тренера. Тренеры должны быть именно профессиональными тренерами? Обязательно, конечно. Обязательно профессиональные тренеры. Если вот для простых мальчишек на открытых площадках, на плоскостных, летом, допустим, с ними нужен просто организатор. Организовать. Ну, это, грубо говоря, бросить мяч, повесить сетку. Ребята сами там, дал им свисток, они сами будут судить и организовать правильно. У нас есть нормальные, смышленые ребята, которые... Вот. А с этими детьми надо обязательно, чтобы был специалист. Это труд. Специалист работы. Но сейчас при институтах есть кафедры, в которых обучают адаптивщиков. То есть тренера-адаптивщики. И по водному, и по лыжам. То по лыжам там большого адаптивщика не надо. Надо желание и труд. Потому что в них вкладывать действительно очень много. Все равно образование, сертификат на работу обязательно надо получить. Потому что так никто не разрешит. Ну и немаловажная любовь, конечно, к своему делу и к детям. Этим летом в Одинцову проводились соревнования по волейболу. При участии Виктора Егоровича Погиблова предлагаю вспомнить, как это было. На протяжении трех летних месяцев спортивная площадка в пятом микрорайоне города Одинцова была центром притяжения для живущей неподалеку молодежи. Сторонними местных активистов был организован турнир по волейболу, в котором приняли участие команды из Одинцовой и Власихи. Очень мало волейбольных площадок в городе Одинцово. Поэтому, кроме как футбол, настольный теннис и баскетбол, так как площадок очень много, никто в волейбол не играет. Благодаря Виктору Егоровичу у нас появилась сетка. И мы сейчас можем собираться даже пока что с самого низшего уровня, с дворового волейбола. Можем уже подтаскивать ребят к высокому уровню. Проведено уже четыре турнира. То есть за каждым турниром уровень растет. Вот соревнования прошли, сколько их всего было. До эфира вы мне говорили, что каждое соревнование было приурочено к какой-то памятной дате. Ну да, практически. Начали, насколько я помню, наверное, 9 мая. Потом День России, День флага. Сетку. Мне как бы это самое так пришло на ум. Купил сетку такую триколорную. Специально ко дню флага. Это было, как ребята говорят, прикольно. Также для баскетболистов тоже сетки на корзине. Тоже триколорные. И это все как бы какой-то такой момент патриотического воспитания. И отклик у одинцовцев это все нашло? Участников соревнований было достаточно? Это отклик нашелся быстро. Я сам даже не ожидал. Думал, опять же, там свои какие-то сокруги остались съезжаться не только, чуть ли не со всей области, с Москвы приезжали. Но это благодаря нашим ребятам. Они все в сети, в контакте, все это самое. В социальной сети работают. И сейчас вот проводим турнир в волейбольном центре. Разрешает глава нам. Спасибо большое. Кстати, руководство клуба «Заречья» Вадим Анатольевич Панков нас очень поддерживает в этом отношении. Он рад, он за волейбол вообще. Уровень подготовки участников соревнований не оценивал, советы не давал? Нет, пока ему не дают. Но мы планируем провести с ними, уже договорились. Они обещают проводить мастер-классы. Но это уже, наверное, в теплое время года. Нет, я думаю, будем находить в спальнингых залах во время тренировок. Будут, если заречь, девочки тренироваться, и во время этих тренировок будем показывать. Хотим в школах это провести. Просила Оксана Григорьевна Романовская. Это, наверное, мы в ее школе. Пилотный проект там стартует. Да, да, да. Для детей это очень даже, когда, если так с ними заниматься, а когда вот мастера покажут все, это для них будет прекрасно. Безусловно. Мы работаем в прямом эфире. Телефон 8495-508-86-84. Дозвонившись по нему, вы можете задать свои вопросы или высказать свое мнение по теме сегодняшней программы. Говорим мы о любительском спорте в Одинцовском районе. Виктор Егорович, тогда же на съемках программы «Время спорта» зашла речь о создании любительской волейбольной лиги в Одинцовском районе. Вот с того момента, это сентябрь месяц, и на сегодняшний момент что-то изменилось, продвинулось создание волейбольной лиги. Будет ли это? Будет обязательно. Мы с ребятами уже к этому готовы. Мероприятия, как видите, все проходят. Осталось на бумаге все это зафиксировать и все. И вот эти турниры мы планируем проводить, начинать тоже в поселениях. Не только Одинцово, начинать в поселениях. С поселения к нам сейчас... Оля, вы активно играли в пляжный волейбол в Успенском, насколько я помню. Да, 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 да. Все это надо организовывать в поселениях. В поселениях есть хорошие команды. И когда мы тоже планируем сездить, скорее всего, ну это будет ближе к весне, или может быть летом, вот с мастер-классами, с нашей командой за речи. Чем больше у нас будет игр, тем больше у нас будет задействована молодежь. Тем больше, конечно, интерес у нее будет. И меньше будет они ходить и болтаться. Потому что ребятам сейчас действительно нечем заняться очень многим. И молодежь у нас совершенно другая становится. Да, нехватка. Потому что они вот у нас не задействованы. В том числе нехватка. Вот мы говорим, хоть у нас много площадок, конечно. Но не хватает. А ребята хотят, как они говорят, тусоваться, чтобы более кучнее вместе. Вот если на центральной площади там было много площадок. Вот, кстати говоря, да. И хотелось бы перейти к реконструкции вот этой самой центральной площади. Давайте, да. Раз вы начали. Давайте я еще скажу. У нас же ведь оставила, конечно, напоследок, но у нас еще и открылось для наших детей еще и хоккей. У нас теперь есть ледж-хоккей, то есть паралимпийский. Это дети наши катаются на санях. Вот там у нас задействованы и колясочники. У нас там 4 колясочника. У нас в команде есть девочка Наташа Шупейкина. И вот наши дети. 10 человек. Это просто супер. Для них это эмоции. Они уже съездили по Тулу. Вот хотелось спросить. Занятия, по-моему, начались где-то осенью. Уже были соревнования. Да, с 15 октября в мае месяце уезжают на сборы. А в июне, в июле в Сочи там будут сборы для ребят, которые и наши ребятки ездили со снегирями. Снегири – это те дети, которые из Москвы. Наши дети у нас называется команда «Умка», «Белый медведь». А москвичи – они снегири. Красная у них форма. У нас голубая, у них красная. И мальчишки, конечно, были очень рады. И когда ездили на первые соревнования, плакали. Один мальчик у нас забил. Но снегири они уже год катаются, второй. А с каким счетом игра закончилась? Ой, закончилась, да, слез у них было. Спорт он такой. Да, да, да. И Максим директор сказал, говорит, что, конечно, мальчишки плакали. Я говорю, зато были эмоции, зато они теперь будут рваться. Так зато теперь они будут требовать реванш и обязательно добьются. Закончилось, да, 13-0, и все, говорят, хотят с нами играть, потому что мы проигрываем. Так смеялись. Но ничего, мальчишкам это очень понравилось. Очень. Говорит, а вы знаете, у нас же есть призер Сочинской Олимпиады. Вадим Селюкин, да, он у нас был. Вадим Селюкин, да, бывает он у вас, да? Да, бывает. И на открытии он был, когда у нас не хватило одних саней, ну, мальчик крупный, колясочник. И у него был, я его пригласила, чтобы он посмотрел, вот. А у него были такие эмоции, что вот мальчишки, а я не как мальчишка, что даже санок на меня нет, простите меня. А я говорю, ничего, Антоха, мы, я говорю, Вадима саней вытащим, заберем у него, он же крупный, взрослый. И вытащили. Да, 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 нашли ему сани сразу на следующий день, и он сейчас такой довольный. Такие эмоции у мальчишки вообще, конечно. Ну, хоккей, вид, спорт такой достаточно сложный, должна быть экипировка, да, вот это все. Всю эту экипировку нам выдали, и сани выдали, и форму выдали, и перчатки, все, все, все. То и форму шьют новую сейчас, по желанию, кому светлую, кому темную, на выбор. Вот, и стало кипеть немножечко, и мальчишки довольны, и хотят играть, конечно. У многих руки не работали, сейчас начали руки работать, потому что, чтобы эти сани толкнуть вместе с собой, это нужно сильно приложить. Словно, руки должны быть очень-очень сильными, а тем более, если теперь есть цель победить, то все обязательно получится. Спасибо, Андрей Робертович, он нам выбил этот слэдж-хоккей, хотели в другой город, но вы просили нам. Нам повезло, и это очень хорошо. Надо охватывать больше-больше детей. Вот сейчас мы охватим, наверное, больше детей, потому что намечается реконструкция центральной площади города Одинцова. Изменения, я так понимаю, ждет, Одинцовцев очень-очень много, и тех, кто занимается любительским спортом в том числе. Я думаю, что многие наверняка слышали о баскетбольных площадках, которые теперь убрали сейчас зону воркаута, там находятся. Но, Виктор Егорович, насколько я понимаю, у вас хорошие новости. Ну, не настолько, чтобы там хорошие сильно, но... Ну, на Олимпиаду, понятно, не поедут наши баскетболисты, но... Все-таки есть. То, что, конечно, это не совсем правильно, вот на этих площадках баскетбольных, волейбольных построили, все заняли воркаутом. Вот, это молодежь, надо было, конечно, спросить о востребованности, но... То даже спрашивать, мне кажется, не надо, потому что летом все прекрасно видно. Был, конечно, вот спор, мы поговорили на совещании, был завражный наш главный архитектор. Вот, было два совещания. На первом совещании он предложил, где там за стадионом коробка хоккейная, хотели там вот эту коробку ликвидировать и на этом месте построить парковку. Ну, вот мы все-таки внесли такое предложение, он к нам прислушался. Вот на следующем совещании, которое было вчера, он уже нарисовал там, что эта сама коробка-то остается, остаются теннисные корты и вот универсальные площадки для баскетбола, для волейбола. То есть это две будут отдельные площадки, не как хотели раньше совместить? Да, да, две, две, вот которые там рядом. Но этого, естественно, этого мало, все равно этого мало. Но предполагается... Мы предлагаем, конечно, чтобы строить вот такие площадки, и не по одной, а надо вот массовый комплекс волейбольный, баскетбольный, по мини-футболу, но, соответственно, небольшой там воркаут, это обязательно не то, что вот так много построили, но небольшой воркаут, обязательно детская площадка и обязательно для детей доступность. Вот, кстати говоря, было несколько совещаний по реконструкции центральной площади. Учитывали ли интересы маломобильных жителей района? Спрашивали ли вас, что вам надо, как сделать так, чтобы всем там было уютно? Ну, мы с Марией Подъепольской уже готовили проект, и не раз готовили. Нам все обещали, обещали. Сказали, что построим отдельную площадку, она ни в коем случае не нужна отдельная. Да, конечно, безусловно, все должны быть вместе. Да, потому что я уже сколько раз рассказывала и показывала, где даже указывала адреса, где, по какому адресу, какие элементы поставить надо, потому что каждый элемент, он соответствует заболеванию. Ну, то есть, если психоневрология, то, естественно, что крутится и вертится, не нужно. Вот, там что-то немножечко поспокойнее, попроще. Вот, и старалась подсказывать, и чтобы у нас на центральной площади тоже были. Но там очень большие проблемы, конечно, потому что с каждым элементом там нужна отдельная площадка и размеры по СНИПу, соответственно. Поэтому площадь они занимают большую, но хочется и хотелось бы, и будем просить, чтобы все равно в городе везде-везде ставили элементы детских площадок. И не по одному, а по два, по несколько. Я вот предлагала, и всегда предлагаю, чтобы на детских площадках у нас были песочницы, не низкопольные, как сейчас это называют автобусы у нас низкопольные, высокие, а повыше которые. И не так, как у нас на Жуково поставили в 70 сантиметров. Я подходила, говорила, ребят, вы делайте высокую. Все равно они ее сделали высокую. Такая, чтобы 50 сантиметров, чтобы дети, которые на коляске, подъехали и поковырялись там. И дети, которые маленькие, в памперсах бегают, чтобы они не в песок садились, а именно в этой песочнице. И мама уже так штаники не будет отстирывать. Там же очень хорошие песочницы, да, очень удобные они. И поэтому отделять наших детей, они не наши, они общие дети. Да, безусловно, дети должны играть вместе, независимо ни от чего. И тогда, наверное, у нас будет здоровое общество, и по-другому никак. Насколько я понимаю, Виктор Егорович, у вас планы не только на Центральную площадь, но, так скажем, Наполеоновский. Еще у нас есть Подушкинский лесопарк, и на самом деле уже говорили о том, что планируется его видоизменить. Планируется его сделать пригодным, так скажем, для спортсменов. Ну, сам лесопарк, мы там, вид деятельности у нас не разрешен, потому что это лесничество. Но там есть участок, на котором можно, он предназначен под реакреацию, и там можно строить вот такие площадки, не капитальные, а вот такие плоскостные площадки. Волейбол, баскетбол, вот что я говорю. Это вот комплекс, там было бы неплохо. Это вот район, где вот напротив Чикина, вот где Круг, это вот сюда. Рядом там пруд, там даже два пруда, если их привести в порядок, там прекрасная зона отдыха. Вот, сейчас уже предусмотрели, опять же, завраженный, он уже нарисовал то, что взял, так скажем, во внимание то, что мы прокладываем уже там постоянно, она ежегодно, лыжная, лыжня. Вот, эту дорогу, так называемая пожарная дорога, ее сделать пешеходной, прогулочной. И вот на последнем совещании я им предложил, чтобы обязательно сделать велосипедную дорожку, параллельно велосипедную дорогу, это до трех горки. Это прекрасно. И дорожную ситуацию в Одинцовском районе, в городе Одинцово точно облегчено. Конечно, конечно, люди с удовольствием, даже пешком пройдут с удовольствием по лесу. Вот, и то, что предложение там, говорят, да, надо благоустроить там инсталляции какие-то, да ни в коем случае. Там вот, что поваленный лес, деревья, вот их надо распиливать и в дело производить. Те же скамейки, все это самое. Есть у нас специалисты, которые из любого дерева вырежут, что хочешь. Да, они очень красивые, я видела, очень красивые, да. Не надо туда лишнего, ничего. И фигуры, лавочки делают, все, что хочешь. Фигуры, лавочки, это будет прекрасное место отдыха для всех. Конечно, это практически. Нет, но чтобы это было все практично, чтобы это было из природного материала, тоже, который разваляется. Экологически чистые, конечно, материалы. Конечно, конечно. Не такие затраты будут. Конечно. Немножко благородить. И все вот тропы, сколько натопленных этих тропов, все деревья, валежник переработать с щупой. И эти тропы вот отсыпать, все, экологически чистые. Не надо больше туда ничего ввести, никакой ни бетон, ни асфальт, совершенно ничего не надо. Это будет прекрасное место отдыха. Больше у нас отдохнуть-то негде. К сожалению, да, только лошероллерная трасса, пожалуй, из таких парковых зон. Ну, а если мы вот этот кусок участка леса не сохраним, то отсюда рукой подать. У нас же есть переход через платную дорогу. Вот здесь есть, но он построен как бы, как называется, дорога в никуда. Он не задействован. А если, конечно, хорошо подумать, то через переход там, через Подушкинское шоссе, это надо переход там сделать. Вот. И там рядом уже Лазутинка. Это уже то же самое мы экономим. То есть это соединить один парк с другим? Да, да, да. На самом деле это будет очень хорошо, тем более, что эти маршруты нехоженными нельзя назвать. Люди гуляют сейчас и там, просто гуляют по тропинкам, перешагивая через бревна. Когда там немножечко будет облагорожено, там уже не будет так валяться всего, потому что все туда идут и оставляют после себя все, что хочешь. Ну вот так, коротенько. Все-таки зима окончится, и снег наш, слава богу, растает. И какие планы на лето, Лариса Владиславовна? В первую очередь ролики. Да. И, возможно, собаки. Ролики, да. У нас ролики будут собаки у нас в помещении, поэтому в помещении мы можем. Но помещение, я думаю, что мы найдем. Все равно найдем. Хоккей у нас остается повседневный, ежегодный, всесезонный, да. Ролики, если бы ролики, но я так понимаю, я не стала просить даже помещения ни в волейбольном, ни в ГИМО, потому что нужна площадка на них, чтобы кататься. Роликами можно было и сейчас заняться. Но всему есть предел. Конечно, очень многие хотят, и в бассейн хотят, и нет подъемника, еще не так устроено все. И на лыжи хотим. Вот с Виктором поговорим. И, может быть, кто-то, ну, как волонтерами, что ли, пойдут к нам. Потому что у многих есть образование физическое. Тем более, этот год, год волонтеров в России, и сам Бог велел сделать доброе дело. Виктор Егорович, будем надеяться, что все обязательно сбудется. Тоже только, пожалуйста, коротко, когда ближайшие волейбольные соревнования? Ближайшие волейбольные соревнования, они, опять же, посвящены Дню Защитника Отечества. Будут 18 числа в волейбольном центре. Во сколько? С утра, с 9 часов и до, наверное, тоже, может быть, с 7-8, до упора, да, как пойдет, как мы до финала дойдем. Открытие, мы хотим сделать официальное открытие, где-то в середине, чтобы команды, вот, которые во второй партии, с утра выступают, это часов в 12, чтобы все собрались. Вход свободный, я правильно понимаю. Вход свободный, конечно. Будет, наверное, телевидение, я думаю. Будет телевидение. Приглашаем наших ветеранов обязательно поздравить. Бывает у нас, наверное, на этот раз будет прокопение Виктора Александровича, ну и другие. Спортивных успехов вам и всем жителям Одинцовского района. Конечно, не каждому дано быть олимпийским чемпионом, но стать спортивным и здоровым, мне кажется, что по силам каждому. Спасибо всем, кто провел свое свободное время вместе с нами. Увидимся скоро на ОТВ. До новых встреч.